Ну что, что у нас за первая игра? Рашпиль против Хеслера. Хеслер в первом туре уверенно зафармил 2-1 не прокси. А Рашпиль со мной сыграл ничейку. Такую очень кровавую. И в принципе скорее он проигрывал, чем выигрывал эту игру. Но в общем выцарапал ничью. Некор начнут в дефе. Так, далековато прокатил. Привет, Дон Кихот. Хеслер вообще рассматривался, по крайней мере до начала турнира, как один из фаворитов группы. Но старт у него, конечно, как сказать, специфический. Привет, Рейвен. Эльдрил делает... Слушайте, какой удобный гипноз. Даже блицевать не надо. Взятка, конечно, совершенно классная вещь. То есть у Хеслера, кстати... А, у них у обоих по две взятки. То есть Мага взял Рашпиль, Эльдрила бокового удара и еще девочку Бладвайзер. Взятка со стадиона, взятка с Ивента. Но две взятки для Некоров в матче против Вудов, это, конечно, очень приятно. Очень приятно. Вуды, к слову, играют без одного прыгуна, потому что я сделал ему минус силу. Вот так вот. Это как-то не очень добродушно прозвучало. Ну, в общем, эльфы выстраиваются потихоньку. Эльфы не фалят. И у них неудачный удар с лос. Ох ты ж. Ну, эльфы на своем лосе потеряли игрока и дали игрока Некрам. Такое... Такое иногда бывает. Старт фееричный, конечно. Хорошее начало. Гулья с силой плюс бросила дабл на втором левеле. Агнорить? Брать БТ или брать Гард? Слушай, это сложный вопрос. Но у тебя команда в целом как? Тебе нужен еще один блок? Если не нужен, бери Гард. БТ, да. БТ лишнее. Я бы скорее подумал бы от Джиггернаута. Но, наверное, лучше взять Гард. Именно Некрам. Некрам Гард, наверное, нужнее. Но ты можешь взять Джиггернаут, потом взять блок, потом взять Безумие, и у тебя будет крутая гуля-выталкиватель с силой. Ну, у тебя будет три безумных игрока в команде Некров. Ну, это так... Это мои безумные идеи. Рерол будет этой... Нет, не рерол, это ГФИ. Ну, в доф, в общем-то говоря, по-моему, несложный гол. За счет того, что не добежал игрок. Так, Вайт получает в лицо. Ну, чем мяч носить? Мячик ты можешь волками носить. Мячик ты можешь носить второй гулей. Вот. У тебя там много вероятностей того, что можно делать. Ну, БТ нет, Дон Кихот. БТ в целом не смотрится на гулях по многим причинам. Привет, Рашпель. Гол. 1-0. Довольно уверенно. Такая стандартная двухходовка. Эльдрил хорошо играет. Вот. Даже не чувствуется потеря перед этим матчем одного из прыгунов. Ну, Рэйвен, скорее дело просто в том, что гуля и БТ это вещи друг с другом слабо связанные. Ну, вот. Мячик упал не очень здорово. Опять же, с двумя взятками некры должны переезжать. Все, что требуется от некров, довольно аккуратная игра. Единственное, что по ощущениям, по-моему, Хеслер забыл о том, что у вудов, во-первых, есть кик, а у-вторых, есть маг. Честно говоря, мне не нравится то, что делает Хеслер в данный момент. Ну, в смысле... В общем, похоже, что он катает какую-то вату. По ощущениям. Привет, Лока. Я смотрю второй матч Хеслера на этой неделе. И второй раз меня не покидает ощущение, что Хеслер занимается какой-то фигней. А Хеслер понимает, что здесь есть такл, здесь есть гард и есть две взятки. Привет, Клейман. Ой, я видел тебя на фоточках. Ты такая няшечка. Да? Это вы бы... Что? Что происходит? Ребята, что происходит с Хеслером? Ну, в смысле, что за херню он сейчас играет? Ну, это борьба и фолл, да. Это фолл просто. Не, ну, не бояться за волка, да. Но не подставлять же его под суперпростой удар в два куба и когда у эльфа две взятки. В смысле, на четвертый ход подставлять волка под два куба и под две взятки? Чё? В смысле, серьёзно? Блин, Хеслер плохо играет, откровенно. Он с Дарквингом катал вату. Он сейчас опять катает вату. Напрашивается вопрос, типа, чё происходит-то? Привет, Сталин. Ну, это откровенно очень какая-то ёло-слабая игра. Привет, Энфи. Я давно не припомню, чтобы Хеслер так плохо играл. Ещё наводящий вопрос. Да, ты построил клетку. Вообще, можно было построить клетку вокруг вардансера, дать стаклам удар в кикера и пофалить дансера. И без дансера? Притом, что это один дансер. Здесь надо убить двух игроков. Дансера и шестиагильного горда. А чё ты делаешь? Здравствуй, Дашенька. Рад тебя видеть. Ну, удар всё-таки прошёл, но, блин. Убежал в реплей посмотреть на суперкрутой гол Лены. И опять же, какие тут кубы выпали? 3-3. Одна взятка ушла, вторая взятка сыграла. Ну, так, подожди, а у дансера есть какие-то... Нет, у дансера... Тогда ладно. Просто, в принципе, можно было начинать с попытки выбить линейку и фалить именно пяточником. В этом было бы много смысла. Но ты можешь и не в реплее глянуть, ты можешь на ютубе уже матч залит. А вот. Это, по-моему, 15-й ход был. Но Лена забила очень крутой гол. Понимаете, я не хочу обидеть Хеслера, но то, что он показывает, что с Дарквингом, что здесь, ну, это какая-то полная фигня. Вообще, здесь можно было подумать о том, чтобы пойти и ещё попытаться пофалить, наверное. Ну, ладно. Это было бы нагловато, наверное. Ну, ладно, Рэйвен, я понял. Но пока мне, правда, не очень нравится то, что делает в этой ситуации Рашпиль. В смысле, Рашпиль плодит контакты там, где их можно не плодить. А вот. С другой стороны, Хеслера по позиции играет очень слабо, по ощущениям. Очень приятный колокол. И сейчас очень сильно пахнет хорошим магом. В смысле, как бы... Здесь, по-моему, можно рискнуть и попробовать даже пофаерболить-то, потому что Дансеры, видимо, сейчас фалить-то не будут. Ну, судя по всему. Кэтчера не уронили. Это ещё одна завязочка. Нет, ты-то... Ты-то, Рашпиль, более-менее пока хорошо отыгрываешь. Просто... Ну, Хеслера совсем плохо отыгрывает. Ну, это маг. Ой, единичка. Ну, это отвратно, это отвратно. Тут, правда, суперпростые два куба в мяч. Да, Дансер пошёл прыгать. Даже не прыгать, даже просто 3+. 3+, 2+, так. Шестёрочка найдена, отлично. Мяч купал так себе. Могло бы быть и лучше. Очень сильно идёт в контакт в этой ситуации Рашпиль. Я всё понимаю, но мне кажется, что как-то вот... Нагло, нагло. Ну, вот сейчас, в этот момент, в этот момент, Хеслеру надо просто забить гол. Я сейчас не по... Опа, так, нет, стоп. Вот если сейчас пас прокатит, то это жопа. Это жопа. Это ещё не полная. Кстати, да. Вот этот реролл очень обоснованный. В этом реролле очень много смысла. Вот это хорошая игра от Рашпиля, правильная. И... Ну, после мага на единишку, в принципе... В принципе... Казалось, что это игра, которую надо брать. А вот теперь уже так не кажется. Теперь уже очень похоже на то, что Хеслер не успеет. В смысле... Рашпиль... Ээээ... Теоретически... Ну, он не посталит, он просто забьёт. Хорошее проталкивание. Ещё пробой. Мне сейчас хочется подколоть Рашпиль, можно? Вот, Рашпиль, согласись, что я правильнее тебя ломал, чем это делает Хеслер. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так. Попытка выбить. Но здесь нужен пробой. Вторая попытка выбить. Здесь спасает только пробой. Ну, Клавса-то не работает против... Опа, подбор. Вот это, кстати, ладно, окей. Но против подбора можно найти два куба. Такл работает, хорошо. Привет, Султан, как дела? Ну... Нормально. Жить можно. Ну, Рэйвен, мне нравится, что этот план сработал как раз. Это самое крутое. Но дело не только в кубах на пробой, Рашпиль. Я всё-таки плотнее держал игроков, когда чистил тебе морду. В то время как Хеслер поделил игроков на две части, и не уверен, что это здорово. Ну, в смысле, это по итогу ты и не сыграла, если уж говорить серьёзно. То есть, я старался не давать тебе возможность спокойно стоять там на забегании и так далее и тому подобное. Фолл правильный. Идеальный пробой. Идеальный колокол. А вот теперь, ребята, похоже, что если сейчас два волка на колоколах не встанут, то у Хеслера нет шансов даже на ничью. Очень... Очень похоже. Я понимаю, что там будут целых две попытки, но всё-таки. Ох уж эти эльфы. Ну, дело не только в эльфийской игре. Ну, то есть, конечно, Рашпель классно играет эльфийскую игру, если говорить серьёзно. И, честно говоря, мне больше нравится, как играет Рашпель, чем как играл Непрокси. Но, с другой стороны, у Рашпеля, конечно, ресурсов побольше. Ну, как-то мысль понятная от Хеслера. Теперь попытка сесть на мяч. Попытка правильная. Правда, против крепких рук там это не так, чтобы очень круто работало. Но один ход всего, поэтому шанс есть. Ну, фолл правильный. Эльдрил всё-таки не лечится. Интересно. Рерол на подвор. Ну это очень крутая игра от Рашпиля Вот это просто охуенно Это моё почтение У меня единственный вопрос Почему он не попытался отправить двоих кетчеров В зону и подбирать Уже Тровером Но в остальном это было Офигенно Прухло, да, слушай, это скилл Это скилл Это просто Чтение игры на мета уровне Нет, нет, нет Ребята, вы пропустите Короче, здесь мяч Здесь мяч Он ставит вот сюда Вот сюда ставит кетчера Вот сюда Тровера, идёт подбирать Ладно, давайте я ещё раз покажу Давайте, всё, чатик, сейчас Вот смотрите ещё раз Смотрите, смотрите, всё Смотрим ещё раз Давайте, просто Тааак Так Внимательно, внимательно смотрим Таак Так И вот сейчас Ключевой момент Голос Да, скажи так Охуенно просто Ха-ха-ха-ха Не, Хессер, конечно, сыграл до конца Поставив гулю Но это Это очень смешной Гол Я думаю, что в этот момент Хессер немножко, конечно, сгорел Чувствую, это был хороший Моральный удар Попытка вантерна будет? Не, ну согласитесь Ну так надо всегда делать Да, я понимаю, Рлока Но, при том, что так надо делать всегда Так делают далеко не все Не всегда, а прокатывает это Вообще в одном матче Из, не знаю, скольки Так что в этом плане, как бы Классный ивент Никаких вантернов Ну точнее, еще вантерны есть За счет граба на лося Но сложновато, по-моему Забавно, забавно Привет, Пивас Ты тут такой супергол пропустил Так Пошло проталкивание Стрелка найдена Отпускаем Хеслер, че с тобой? Хеслер Хеслер По-моему Хеслер сломался, ребята Несите нового Хеслера Этот сломался Когда уровень игры Хеслера успел Настолько деграднуть То есть я уже вторую игру Подряд вижу от Хеслера Такую, что У меня волосы на голове То есть Ну, игру с Дарквингом Я еще мог понять Потому что Ну, Дарквинг Вы сами знаете, что катает Но игра с Рашпилем И это основная лига И это серьезный турнир Грубо говоря И И тут такой град ошибок Ну, в смысле Ну, в смысле Очень слабо сыграно Серьезно Мне прям даже сказать-то Особо нечего В том плане, что Ну, очень-очень плохо Играет Хеслер Этот матч Вот это тоже Опять плывет Ну, кикер-то остался Ну, кикер-то остался Куда ты идешь-то, а? Сейчас опять Мячик куда-нибудь Там улетает Блиц выпадает И все Я понимаю, что лосс Хочется бить Я, как никто другой Это понимаю Но кик Кик Эльдрил Блиц Ну, типа Как бы Ну, перфект дефенс Это, конечно Нормально, в принципе В принципе Хороший ивент Для эльфов Ну, я честно Я просто не понимаю Что произошло С С Хеслером Госсе Как же это Хреново Ну, это нормально, Певас Так и бывает Так и бывает Я не знаю Может быть Хесар решил Просто подарить Три очка Рашпилю Тогда он все делает Правильно, конечно Я думаю Любой из вас Сейчас согласится Что то, что делает То, что делает В этой ситуации Хеслер Ну, это Это просто Какой-то Форменный Адок Ну, жаль, что Волка не повалили Это еще помним Что есть две взятки Ну, да Здесь достаточно Попытаться повалить И тогда Ну, не повалили Но при этом Все равно Гол не такой простой В принципе Сейчас бы Повалить бы Вот этого Да, да, да Ну, сейчас Лонер наступит На глотку Только отсюда Надо наступать Да, да, да Ну, спасибо Что не умер Я просто Не знаю, ребят Серьезно Вот Мне вообще Тяжело Назвать Хоть что-то Что Хеслер В этом матче Сделал хорошо Я от него Этого Чесно говоря Не ждал В смысле Как бы Вообще Не ждешь Такого От Хеслера В том плане Что как бы Ну Человек Два раза В полуфинале Играл И он играет На довольно Сильной команде Очень приятная Шестерка Надо в три куба Пытаться Размазать Дансера Просто на секунду Может показаться Что Хеслер Вообще Не понимает Как играть Этот матчап Но он же Непруху Обыграл И там Все делал Более-менее Правильно Конечно Разница в том Что У Непрухи Совсем Другой Функционал То есть Его команда Немножко Про другое Но все-таки Двоечка устраивает То есть Хеслер Неправильно Фалит Неправильно Перестраивается Неправильно Встает На лоз В смысле Как бы Ну Почти все Что можно делать Он делает Неправильно То есть Я не хочу Сказать Что В этой ситуации Плохо играет Рашпиль Нет К Рашпилю Вопросов Мало К Рашпилю Вопросов Мало Но Вопросы Все остальные К Хеслеру Производство С учетом Того Что Хеслер Еще и Не перебил Вудов Ну в смысле Ни одного Нормального Вуда Вся эта игра Пахнет тем Что Просто Ну спасибо Что Реген Сработал Конечно Вот Сейчас Абсолютно Изейшим Образом Вуды Забивают Третий Счет Становится 3-1 И Два Мяча За там Пять Ходов Или там За четыре Хода Ну никак Не забьет Хеслер Просто Никак Но С другой Стороны Конечно Стоит Понимать Что У У Некров Че там По факту Сейчас Хотя Не в принципе Слушайте У Некров 4 МБ Это на самом деле Довольно много В смысле Как бы Этого вполне Хватает Для того Чтобы Разламывать В щи Команду Надо Кикера Убивать Эльдрила Ну Эльдрила Есть смысл Убивать Я согласен В принципе И Тровера Надо убивать Там всех Надо убивать Ну 2-1 Ну Нужен Какой-то Супер Топовый Ивент Чтобы Хеслер Вернулся В игру Но мне Не нравится То Что он Делал С учетом Того Что У У Лесников Есть Эльдрил Еще Кстати Шикарный Ивент На Сайдстеп Выпал Вот С учетом Эльдрила Мне вообще Тяжело Понять Как Как там Отбиваться Как бы Вуды По факту Позволили Забить Если бы Вуды Захотели бы У них Были Возможности Они Могли Вполне Еще Поупираться Но Вуды Решили Что Хеслер Будет Играть На Нищью Терре Победу И Следовательно Больше Будет Двигаться Чем Бить Еще Еще Пробой Не Прокнул И По факту Просто Вуды Перестроились Не Дали Сами Побили Там Конечно Регенс Работал Но В целом Предметанол В целом Конечно Опять же Очень слабая игра Гипноз Хорошо Я просто В целом Не понимаю Какой Был Расчет В этой Ситуации У Хессера Он Оба Тайма Отыграл Как бы Ну Весьма Коряво Вот Это Шанс Ребята Это Была Сейчас Попытка Дать пас Видимо Дансеру Или Кэтчеру Построить Вот здесь Клетку И пойти Забивать Но Выпало 1-1 На пас Пред Теклес Это Реальная Возможность Для того Чтобы Потащить Со стороны Хессера Теклес Вообще, наверное, в этой ситуации Надо было плевать уже И блицевать волком В три куба Вагильного кетчера И пытаться запрыгнуть на мяч Ну так тоже неплохо Может быть, подбор, да, подбор правильная мысль На самом деле, подбор это Если бы он сейчас подбирал бы мяч Если бы он сейчас подбирал мячик Ситуация бы для Рашпиля Была жопочная Хорошее решение Но, как известно, такие вещи прокатывают Только у Лены Но теперь, правда, вероятность того, что выбьют Дансера, очень велика Сколько единиц на даджах Но все преролено Но я думаю, что сейчас есть смысл Еще подобрать мячик, отойти Обоссать волка И еще потерпеть Время, как ни странно, играет на вудов Теперь-то уж точно Потому что там, ребятки, далеко Это будет фол Правильный фол абсолютно Жаль Волчек, конечно, железобетонный Сквигини для победы Да Можно заниматься охотой Чистая правда Рашпиль все делает очень хорошо Хессер Ну, вот этот розыгрыш Хессера Был неплохой В целом Воды все-таки стояли довольно безопасно Если бы у них вдруг Кинулись две единицы Там было тяжело ворваться Ну, прикрытие Шестиагильного кетчера Пока выглядит чисто как Символическое Это правильно Это хорошая, правильная игра От Хессера Реролл Вот Все сделал Хессер В принципе правильно Но один-один Поимели его Обидненько Понимаешь, в чем дело? Даже Если бы был бы перехват Големом Это не шибко-то помогало Потому что Воды и так могут перестроиться Волчка лежит Волчка лежит Гуля в жопе Войты в жопе То есть В любом случае Как бы Тут слишком много планов У Рашпиля Его только где-нибудь там Супер единицы губят Но он видишь Все прокинул И забивает Привет, Элиновай Да, я вижу Что ты испугался Перехвата Но с другой стороны У тебя Проблема-то в том Что времени Очень мало У Хессера Оставалось бы Три хода После перехвата За три хода Ему надо было бы Еще добежать А ты К этому моменту Мог просто Облупить Этого Флэш-голема Либо Либо Домучить Мячик Либо там Еще что-нибудь То есть У тебя было Миллион Времени В общем Перехват-то Ничего не делал По факту При грамотной Подстраховке Этот перехват Не решал Ничего Абсолютно У тебя, конечно Боязнь перехвата В третьей степени Это мы поняли Но это не повлияло Но вообще Конечно Для Хессера Это был Супер Очевидный Матч На Ну Играть на победу То есть Если Хессер Хочет выходить Из группы Здесь надо было Побеждать Потому что Без обид Но в принципе Ты Рашпиль Ну в этой группе Типа Убежит Не особо Котирующийся Товарищ Условно говоря Попытка Вантерна Понятна Это игра На победу На ничью Но уже Не прокатит Без Рерола Тем более Это слишком Сложный Вантерн Вообще В принципе Если нету Агильного Вантернера То как бы Это все Полная чушь Самая сложная Осталась И он не добегает Обидно Ну теперь Вуды могут Во-первых Повалить Волчика Повалить Волчика И еще Пасоваться А И смеяться Своим мерзким Эльфийским Смехом Вот так вот Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Ненавижу эльфов Не ну я Честно говоря После того Как Хессер Просто Переехал В одну Калитку Не прокси Думал Что здесь Все А по итогу Как бы Очень Неожиданный Результат Да Надо наступать На вал Хорошая Работа Не ну это Провал Конечно Это Провал Ребята Заметьте Как много Вудов То Осталось Так Извините Я Тащим То Стрим Что Такое Я Вообще Не хочу Но Мне Не надо Да Давай Пока Какая Это Бюджетная Версия Белоснежки Семи Гномов Ну Лонора Можно Подставлять Уже В принципе Пофиг Типа Того Пивас Типа Того Кикер Я не уверен Ну Ладно Вуды Надо просто Не подставить Игроков Это Правильная Мысль Вуды Просто Прячутся Перед тем Как Сделать Свои Грязные Вудовские Дела Подбор Прокатывает Покачаем Единичку Опыта Уже Можно сказать Забавная Ситуация Что по сути Хеслер Можно сказать Даже Пофидел Товудов Неожиданно Немножко Не правда Ли Кто Кто Вообще Верил Что Хеслер Проиграет Рашпилю Я не верил Привет Ситар Но по факту Конечно Это Очень Очень Слабый Матч От От Хеслера Я бы даже Сказал Неожиданно Слабый Матч Я верил Не знаю Я вот Я вот Смотрел Игры Как бы Хеслера Я играл С Рашпилем У меня было Ощущение Что это должна быть Одна калитка Но вот как бы Вот как бы Нет Понятно Конечно Что вуды С магом Играют Очень сильно Но И с эльдрилом Еще Ну Рашпиль Он какой-то Неправильный Вуд Он Никак Не Прокси Что-то Есть Ощущение Что Волчика Сейчас Опять Попробует Повалить Ну В смысле Как бы Рашпиль С маниакальным Упорством Пытается это делать Я одобряю Да Это Очередная Попытка Побить Волка Одобрямс Одобрямс Хорошая работа Пермонеточка Нет Чтоб Дать ему Минус Силу Хотя Б А Да Этот Волков Все время Ищет Приключения В этом Матче Не Ну Очень Слабо Отыграл Ну Лорента Продолжает Впитывать Опыт Когда Не надо Здесь Конечно Неприятно Это Минус Игры Завудов Ну Что Теперь Я чувствую После этого Что Наверное Как бы То что я взял Очко у Рашпеля Это даже Хороший Результат Зацени Пробои Ну Че Пробои Заценить 52% 48% Ну Да Ну Ты Фалил Как бы Притом Фалил С двумя Взятками И Фалил Обычно В 3-4 Асиста Поэтому Это нормально То есть Ты-то сделал Всего 21 отбор Там Большинство Пробоев Было Все-таки Именно Сармора Вот Ну Да Ладно